Высокие горы, бурные реки, двухэтажные дома в каждой деревне и радушное гостеприимство. Если вы еще ни разу не были в Грузии, то сегодня у вас будет шанс хоть немного прикоснуться к истории и традициям этого древнего народа. Это программа «Лица Оренбуржья» и я ее ведущий Вячеслав Кампе. А это наш герой. Меня зовут Гея Димурия, мне 26 лет, я мингрейский грузин. В Оренбургской области проживает около тысячи грузин. Гея Димурия из тех, кто не переехал сюда, а здесь родился. Отец поступил в ИГУ, Аримбуржский государственный университет. Учился на строительном факультете, закончил его, потом начал работать, жить, обжился. И в 30 лет женился на маме, привез ее с Грузии, и так мы тут обосновались. Ты грузин, родился в России уже сразу, в Оренбурге. Язык твой с детства, это русский или грузинский? Ну, вообще с детства, конечно, русский, но грузинский я тоже знаю хорошо в совершенстве. А по русскому языку у тебя в школе что было? Ну, когда как, смотря в какой период. Чем старше становился, тем лучше становился. Сначала, конечно, было тяжело, потому что родители относительно грамотности, ну, как бы сказать, подхрамывали. Проходило самому более подробно вникать, и из-за этого были проблемы некоторые. А внутри семьи вы на каком языке разговариваете? Я отвечаю на русском, они мне говорят на грузинском. Грузины – очень верующий народ. Православие страна принимает еще в IV веке. Религиозные традиции сильны и сегодня. Считается почетным, если семья ходит в церковь, желательно, каждый выходной, если по возможности. Ты в Оренбурге придерживаешься этого правила ходить в церковь каждое воскресенье? Вообще это пребывается с детства. То есть я с отцом ходил каждое воскресенье в церковь, и мы как бы старались придерживаться таких вот ценностей семейных. Когда ты сюда приходишь, ты говоришь спасибо? Ты чего-то просишь? Или, может быть, с какими-то другими помыслами? Сколько себя помню, когда были успехи, в учебе, в спорте, в каких-то вещах, приходил сюда и говорил спасибо за это и ставил свечку. Ну, мы, бывает, разговариваем на грузинском языке. И помимо грузинского языка у нас есть еще поднациональный язык. Это как раз менгрельский. Обычно грузин не поймет менгрельского или нисланского языка. То есть это настолько сильное? Очень различается. То есть и когда менгрелы собираются в какой-то компании, они могут разговаривать на своем языке, чтобы грузины не поняли. То есть какие-то свои секретные моменты. Грузины относятся к тем народам, кто свои традиции уважает и чтит, находясь даже за несколько тысяч километров от родины. Особое место в культуре занимает национальный костюм. Это национальный грузинский костюм. Чоха. Я думаю, все его знают. Представление не нуждается. Это мужской костюм? Мужской костюм, да. Расскажи, из чего он состоит? Я здесь понимаю, это и рубашка, и верхняя какая-то одежда. Да. Вот это газыря раньше. Это были патроны барховые. Но сейчас это муляжи современные. То есть это и костюм воин? Ну да, как бы костюм воина. Раньше носился. И раньше вместо вот этих муляжей были железные цепи. А, да. То есть они защищали? Защищали, да. Примеришь его? Да, конечно. Сейчас переоделся. Что еще включает в себя национальный костюм, помимо верха? Ну, включает в себя пояс, кинжал обязательно. Кинжал должен быть у каждого мужчины. Конечно, обязательно. Без этого никуда. Главной убор. Сейчас у нас представлена сванская шапка. Но вообще это также допустимо ношение папахи, как у Хабиба Норгом Магаведа. Более считается классическим вариантом. Ну и, конечно, грузинская свадьба. Эта церемония – отдельный вид искусства. Огромное количество гостей, богатый стол и дорогие подарки. Мужчины танцуют лесгинку, тем самым показывая дамам свою спортивную форму и чувство такта. Ты сам не женат. Да, сам я не женат. А твои родители тебе говорят, что ей 26 лет, уже пора жениться? Ну, бывает иногда, пока еще нет, но уже начинают потихоньку говорить об этом. А есть какое-то принципиальное значение, твоя будущая избранница будет грузинкой или неважно какой национальности? Ну, неважно какой национальности. То есть у меня отец сказал, что примет любую невесту, но хотелось бы, конечно, грузинку. Но это не главный фактор. А сама свадьба будет в любом случае в грузинском стиле? Ну, да, элементы грузинской свадьбы будут. То есть это большие застолья, какие-нибудь национальные блюда – это обязательно будет присутствовать. Говоря о национальных блюдах, хочется спросить, что перед нами сейчас на столе? Перед нами на столе хачапури по-аджарски, хинкали. Поедание хинкали – ритуал, требующий и сноровки, и умения. Здесь нельзя спешить. Сначала хинкаль берется за хвостик, затем переворачивается, откусывается край, выпивается горячий бульон, и только потом можно приступать к мясу. Вкус непередаваемый. Ге, ты сказал, что в Грузии много поднациональностей. И вот ты, перечисляя блюдо, сказал, что это хачапури по-аджарски, а ты сам мингрил. Да. Существует хачапури, я слышал, что бывает по-иммеретински, а по-мингрилски? Да, есть хачапури по-мингрильски, и сейчас мы его приготовим. В грузинской семье традиционно готовит женщина. Мужчина тоже может, но делает это редко, скорее в виде исключения. Хотя если говорить о ресторанной кухне, то здесь шеф и мужчина ценятся больше. Тагея, какие ингредиенты нам нужны, чтобы приготовить хачапури по-аджарски? Нам понравится растительное масло, мука, яйцо, тесто, есть два вида сыра, это сулугуни и блендер, 50-50. Прекрасно. Приступаем к тому, что делает. Давай, я буду заниматься тестом, рассыплю муку, перебиваю яйцо. Все хачапури делаются в форме лодочек? Нет, хачапури по-мингрильски делается в виде круга. Сейчас выкладываем сыр. Сыра ты прям не жалеешь, да? Да, сыра не жалеем, обязательно. Потому что хочу кури, тесто и сыр. Кури, кстати, будет в переводе с грузинского на русский, кле. А сачи? Я, честно говоря, даже не знаю. Окей. Посыпь сыр. Все. Все, и сейчас мы отправляем в духовку на 200 градусов на 10 минут, и качапури можно будет кушать. 10 минут ожидания, и можно пробовать. Помнишь, я тебе говорил, сыра жалеть не надо? Да. Вкус родной Грузии? Да. Георгий, ты рассказал, как ты родился. Ты рассказал про традиции своей семьи, про культуру. Даже про возможную будущую свадьбу ты нам рассказал. Но расскажи, кем ты работаешь, чем ты занимаешься? Я работаю в нефтяной компании. Должность у меня звучит, как начальник смены ЦИЦ, Центральной инженерно-технологической службы. А как так вышло, что тебе 26, и ты уже начальник смены? Я начал работать с 18 лет. То есть у нас, у грузин, принято, чтобы мужчина работал в семье. Поэтому я начал работать с 18 лет. 5,5 лет работал оператором. Потом получил высшее нефтяное образование и начал работать с начальником смены. Работаю уже 2,5 года. Это был тяжелый путь? За счет чего, на 12 лет, тебе удалось? Все, что у меня есть, можно сказать, мне дал Оренбург. То есть и ездил я, и повидал много за счет своей работы краев, объектов в Оренбургской области. То есть я могу смело сказать, что я себя ощущаю коренным оренбургцем. А как же Грузия? Грузия – это историческая родина. Я с ней отношусь теплом, трепетом, любовью. Но все-таки себя ощущаю больше оренбуржцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин